Про цифровой тоталитаризм. Возвращаясь к этой теме, потому что там возникают некие споры, непонимания по поводу цифровой экономики. Сейчас та цифровая экономика государственная, которая развивается активно, она с большой долей вероятности приведет к цифровому тоталитаризму. Когда я посмотрел вчера видео Шульман, она говорит о том, что ездила, общалась и в других развивающихся странах, ситуация примерно похожая. То есть используют примерно одни и те же методы управления толпой, управления людьми, а в развитых странах там маленько по-другому. Среди этого всего выделяется Китай. В Китае есть система рейтингов и страх у людей совершить что-то не так. Есть вообще понятие выученная беспомощность, когда человек смиряется и перестает, становится пассивным. То есть он перестает какие-либо действия, чего-то пытаться добиться и так далее. Когда его несколько раз обучили, и это передается еще и следующему поколению. То есть родители обучают детей, как нужно действовать в этой сложившейся системе. При бюрократии, когда в Советском Союзе, значит, вот эти вот советские граждане, то, что мы получили, это полностью практически искоренили предпринимательство. То есть очень мало людей, которые реально хотят что-то делать. В основном, большинство людей, они хотят, чтобы царь-батюшка им сказал, что делать. Ну и взял ответственность на себя. То есть люди, советские люди, Совки, они выучены так, что не брать ответственность на себя, не заниматься предпринимательством, а то хуже будет. И на то есть понятные основания, да, то есть выучили специально так. А в Китае сейчас происходит, что нельзя совершать того, что не одобряет там партия, ну, чиновники. Все это контролируется из единого центра. Как этот центр решить, так и будет. Если центр реально очень мудрый, то это способствует развитию. Однако, когда идут все вот эти речи о том, что полтора миллиарда человек, да что бы было, если бы не наша вот эта система рейтингования, да все бы уже там передрались, там, не знаю, там, как бы наркотиках все утонуло и так далее. И только благодаря нашим неимоверным усилиям, там, мудрому лидеру, там, Сан Пин, там, Дзину какому-нибудь, в общем, очередному, там, хоть в Северной Корее, там, Чухче, вот этот, хоть в Китае, азиатские страны вообще любят вот этот религиозный, да, там, тоталитаризм, авторитаризм. Так, хотя и у нас тоже любят. Ну, так вот, значит, вот эта система электронного, тотального наблюдения, да, когда человек гражданин, он не может скрыться от глаз государства централизованного, да. Есть люди, которых никто не знает, их, они где-то, они сидят, ну, то есть, это серые кардиналы, да, то есть, они реально управляют этим процессом. Ну, это IT-специалисты, там, программисты. Понятно, есть публичные личности, да, которые, там, на себя ответственность берут, но, а кто реально, там, эти рейтинги составляет? Более того, там даже нету системы апелляции, более того, вы даже не узнаете, почему так происходит, и, соответственно, даже мысли не возникнет о том, чтобы подать апелляцию. Ну, то есть, вам просто не продают билет, там, на самолет. В принципе, компания имеет право. У нас сейчас, например, банки просто не выдают кредит. Вот, ему выдают, а этому не выдают. На вопрос, а почему, ну, то есть, чем я провинился, там, что не так, ответа не будет. И вы не можете подать апелляцию, чтобы восстановить свой рейтинг, да, там, свой статус, там, или защитить, там, честное имя, или нечестное, неважно. Так или иначе, цифровой тоталитаризм, он уже присутствует. Но с развитием в России вот этой цифровой экономики, да, то, что сейчас цифровые платформы создают, там, цифровизация, искусственный интеллект, развитие государственного сектора, госуслуги. Это, с точки зрения автоматизации, это все очень хорошо. А сокращение транзакционных издержек, значит, предоставление услуг граждан, да. Однако, кто всем этим владеет? А в случае, если владельцы, люди, которые не очень хорошо понимают вообще происходящие процессы, то, что в этом случае? А если к власти следующий придет не те мудрые люди, да, которые сейчас у власти, а придет какой-нибудь алчный человек, который, там, захочет достижения каких-то своих амбиций, захвата мира, там, и так далее, он же будет использовать это как инструмент. А люди, обычные люди, они не смогут сделать вообще ничего. То есть, вот эта система чекистов, да, то есть, когда могли прийти к любому, забрать и об этом, ну, то есть, о том, куда делся человек, узнаешь хорошо, если лет через 20, так и вообще не узнаешь. То же самое происходит в цифровом тоталитаризме. Они просто не будут приходить и забирать, а просто-напросто человеку закроются все двери. То есть, его не будут пускать в метро, не будут пускать, там, на самолеты, ему не будут давать работу и так далее, и так далее. Это фактически тоже посадить в тюрьму, практически, да, то есть, это не физическая изоляция, это изоляция информационная, изоляция от ресурсов. В том числе, вот, когда рамки эти ставят, да, там, по допуску или недопуску, значит, людей, допустим, на митинги, да, запрещают сами эти митинги, запрещают систему голосования. Только заранее одобренные, только свои люди, только сословная система, то есть, брат, сват, там, близкие родственники, да, то есть, чтобы получить власть, сейчас надо жениться на дочке кого-нибудь, да, там, или выйти замуж удачно. Мы от демократии, от все дальше и дальше, то есть, вот, демократия, это когда власть народа, и народ может выйти и сказать, типа, нам не нужна такая власть, нам нужна вот другая власть. Сейчас этого нельзя. Вот, как показывает практика. Я посмотрел, в 2011 году было ровно то же самое. Значит, средства воздействия на оппозицию у власти большое, сейчас еще больше. То есть, идет обнищание людей, а при этом в структурах правоохранительных, да, так называемых правоохранительных, они получают деньги. То есть, у них в этом плане все хорошо. Это другая каста, это другой класс. Идет ненависть между народом и силовиками. Силовики внутри, те, которые исполнители, они это понимают, но они ничего сделать не могут, потому что у них тоже выученная беспомощность. Если они дернутся, они теряют очень много. Теряют квартиры, там, уважение, пенсии. А никто этого не хочет. Зачем, да, то есть, ну, как бы приказ дают, ты выполняешь приказ, ответственность берут, вот, как бы, те, кто дают приказ, а ты просто исполнитель. Ну, и зачем дергаться? Будет ли повторение 1917 года? Сейчас идет обсуждение, там, причем даже у людей, которые вообще никогда с политикой не были связаны, занимались, там, программированием, изучением технологий, там, и сейчас эти люди, я вот наблюдаю, не, я, я такой, как там, вот, там, типа, за справедливость, окей, но есть люди, которые просто бабло зарабатывают, да, то есть, им, ну, как бы, пофигу, на самом деле. Но даже эти люди уже говорят, да что же за пиздец-то творится? Это уже никуда не годно. Но самое интересное, оно и будет продолжаться так. То есть, все то, что сейчас происходит, с большой долей вероятности, и будет происходить дальше, и будет приводить к цифровому тоталитаризму. Будут развиваться технологии, будет сохраняться монолитная, сословная власть, а люди, будет несменяемость, там, монолит, бронзовение этой власти, и будет постепенное ухудшение ситуации, обнищание. Все, кто активные, они будут уезжать, а все, кто пассивные, ну, типа, царь-батюшка, там, скажи чего, и будет превращаться в Северную Корею. В Северной Корее те суперактивные люди, которые не согласны, они пересекают границу под страхом смерти, их, там, на подходах расстреливают, потом у них, как бы, проблемы. У их семей, там, с кем они общались, там, и так далее, и так далее. То есть, и вполне вероятно, может, там, через несколько лет в России быть принят какой-нибудь закон антитеррористический, там, против Запада, о том, что закрыть границы. Ну, вот в Грузию, что-то где-то не понравилось, раз и закрыли вылеты, да, ну, понятно, вылетать можно, да, и будет, так или иначе, возможно, пересечь границу как-то, да, но это уже не легально, ну, как бы, не совсем, плюс это дорого. И в этом плане цифровой тоталитаризм, это, значит, противовес всему этому, я вижу цифровой социализм, это блокчейн, это совместная собственность, это децентрализованные цифровые экономические платформы на открытых протоколах, свободный софт, это вовлечение не только узкой группы лиц, с властью не только, там, у властей, которые, там, сейчас на троне, а власть, я думаю, надо распределять между классами. По поводу того, кто главный, а кто не главный, вот, там, пролетариат, например, да, то есть рабочие, как это было, там, в семнадцатом году, там, ну, советская власть, там, потом в двадцатом съезде это благодаря Хрущеву отменили, нет, значит, не будет власти пролетариата, так же, как не будет власти, там, ученых, да, там, или, там, геронтократия, да, то есть это тоже плохо, когда старики. Мне кажется, надо в совокупности, то есть надо из каждого класса избирать людей, ну, то есть геронтократия, то есть по достижению, там, возраста, допустим, от 60 лет, допустим, там, 20 человек во власть, там, от рабочих, да, там, 20 человек во власть, да, там, допустим, через систему профсоюзов, дальше от бизнеса малого, там, 20 человек, да, которые избираются по своим каналам, и вот они представители, там, от крупного бизнеса тоже, от олигархата, тоже, там, 20 человек, то есть каждый свои интересы, но в том, чтобы соблюдать, соблюдать баланс, соблюсти баланс, чтобы не было подчинения одного класса другим классам, и если, там, 3, 4, 5, 6 разных классов людей, да, с разными интересами, то, возможно, я думаю, что будет диалог и выстраивание некой оптимальной, идеальной не бывает, но некой оптимальной, то есть чтобы не было перевеса в сторону, там, власти военных, да, там, силовиков, в сторону власти, там, КГБ чекистов, в сторону власти олигархата или банковского, там, жирных котов, ну, или рабочих, да, которые, на самом деле, тоже не очень хорошо разбираются. Власть научных товарищей, она, как бы, интересная, да, но, на самом деле, наука, она бывает далека от реальности, и чистая наука не может управлять государством. Государством должны управлять люди практики. Мне кажется, это, в первую очередь, как раз связка бизнеса, предпринимателей, рабочих, силовиков, вот, но при этом должна соблюдаться еще популистская, это политики, это управление, но при этом всем еще и знания должны быть, и поэтому наука. Я понимаю, что и в современной, там, России, и в современном мире, и это все в совокупности представлено, там, всегда во власти есть разные течения, разные представители, но, мне кажется, это имеет смысл записать явно и запрограммировать в виде принятия решений в цифровых экономических платформах. Ну, собственно, вот на этом все.